МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рождество – светлый, добрый, домашний праздник. Он наполнен самыми яркими эмоциями, а еще множеством традиций. О них мы вам расскажем сегодня. Шитрих, 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 вожка, Приметивалась, вожка, самосок, Щелеток, господин, прикликайте, Лидий, лидий, господин, полки на степень кушет. Та губочки покатились, а янички народились. Тебе, товар весь хороший, будешь в патрии, вирку рожей. Точный, рожит, доченька, че бочеток, воробо. Точный, рожит, дапово, тебе, доченька, че бочеток, воробо. Шитрих, 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 вожка, Прилетела нас, девочка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из года в год 7 января Православная Церковь отмечает Светлое Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Он символизирует обновление и примирение Бога и людей. С рождением Спасителя для всего человечества началась новая эра и было установлено новое летоисчисление, как говорят, от Рождества Христово. Рождество – один из самых древних праздников, а потому с ним связано множество традиций. О них говорили на конференции в библиотеке имени Шевченко. Знаете, в нашей жизни все наши поступки и все наши действия должны быть осмыслены. И вот в этом смысле, когда мы говорим о рождественских традициях и обрядах, мы должны понимать, что все это о Рождестве Христовом. Вот даже те области и те этносы и народы, которые имеют такие традиции, они сейчас имеют обратную сторону медали в том, что традиции есть, обряды есть, а смысла нет. То есть смысл совершенно оторвался, его просто забыли. То есть Рождество сейчас в западных европейских странах, об этом свидетельствует очень многие, в первую очередь христиане, они бьют в набат, бьют в колокола о том, что люди совершенно забыли о смысле Рождества. Даже во многих странах запрещено называть Рождество Христово, дабы не нарушить и не обидеть религиозные чувства других вероисповеданий. То есть на законодательном уровне написано в том, что запрещается говорить о Рождестве Христово. Просто Рождество как добрый семейный праздник, понимаете, да, теряется совершенно смысл, совершенно теряется, ведь обрядовость, традиции и такие уставы церковные, они леса, они средства для создания здания веры и создания общения с Богом. То есть они, традиции и обряд, нам помогают общаться с Богом. И когда мы совершенно забываем за здание, о том, что мы делаем, и всё внимание уделяем на вот это средство, на эти леса, то мы совершаем бессмысленные и безрассудные поступки. Так вот бы хотелось бы, первое, чтобы мы осознали и понимали о том, что все эти традиции, все народные и какие-то уставы, они нужны для того, чтобы помочь нам встретить и понять праздник Рождества Христово. Потому что мы поняли о том, что в этот мир рождается Спаситель, который избавляет нас от смерти, избавляет нас от греха и бессмысленности нашей жизни. Это великий действительно праздник. Праздновать Рождество Христово православные начинают 6 января с появлением первой звезды на небе. После рождения Иисуса Христа, согласно Святому Писанию, первыми поклониться Богомладенцу пришли пастухи, извещенные об этом чудесном событии ангелами. Вифлеемская звезда, взошедшая на небе в момент рождения Сына Божия, привела к божественному младенцу волхвов. Поэтому на Рождество стали ходить ряженые и поздравлять всех с праздником. Рождество Христа В Западной Украине мы имеем удивительные и в Центральной Украине мы имеем вот такое уникальное явление, когда калятки, они всегда о Христе. Вот посмотрите, возьмите любую калятку, а не классическую калятку, украинскую калятку, добрый вечер. Да и все калятки, они об Иисусе Христе, они наполнены смыслом. Если взять другие области, если туда на восток, там вообще нет ничего о Христе. Там остались вот эти языческие корни, которые не оцерковились. И, конечно же, когда наш народ обратился в христианство и принял христианство, начал исповедовать Христа, все те традиции, которые он имел, зимние традиции, вот это каляда, калятки, пожелания доброго, пожелания кого-то, чему-то, они, конечно, наполнились смыслом Рождества Христова. Естественно, да. И когда мы говорим об этом, что до сих пор осталось языческое, вот, например, когда в вертепах появляются такие персонажи, коза и так далее, и тому подобное, это из язычества. Мы должны понимать, что это взято оттуда, ну, вследствие таких какого-то снисхождения и компромисса между народными традициями. И мы должны понимать и четко разделять, где языческое, а где христианское. Для нас калятки — это калятки, да, и калятнаки есть калятнаки, но нужно различать калятки и христославы, словители еще так называют. Когда четко нужно понимать, что христославы, они идут и прославляют Христа. Они рассказывают людям о рождении Христовым. Но в нашем, опять же, в нашем случае в Украине это все настолько сплелось, и мы называем калятнаков и называем калятки, где прославляют Христа. По сути, это христославы. Есть очень множество традиций, которые, ну, может быть, неприемлемы, но, опять же, мы их воцерковили, и это приемлемо с точки зрения христианства. Например, вот в Святый Вечер, в Сочельник Рождественский, мы имеем такую традицию, 12, вот стол должен быть, 12 постных блюд. И когда вот на этот стол, за этим столом собирается вся семья, и традиция такая очень хорошая. И, опять же, 12 постных страв символизируют 12 апостолов. Опять же, вот есть символ христианский. Мне бы очень хотелось, чтобы вот эти традиции были осмыслены и возрождены. Почему? Потому что мы сейчас имеем, на самом деле, ужасную статистику, ужасное положение в плане наших народных традиций и в плане их осмысленности. Почему? Потому что мы вот недавно провели такой маленький опрос, мы знаем, да, о том, что устами младенцев глаголит истина. И когда мы начинаем спрашивать у детей, мы в детском садике начали просто, вот провели такое маленькое социсследование, соцопрос, и лишь несколько процентов детей очень, там, два или три ребенка сказало, вот какие ты праздники зимние знаешь. Они сказали о том, что абсолютное большинство — Новый год и Николая. Это что значит? Это значит о том, что в семье уделяется внимание вот этим праздникам. Им дарят подарки, у них в памяти запечатлено именно вот эти праздники. А Рождество, так у нас получается, что уже и сил не хватает, и материальных, и каких-то душевных, и духовных, на вот сам праздник Рождества. И Рождество забывается ребенком. Естественно, что он потом это моделирует на своей семье. То есть, когда мы больше внимания будем уделять празднику Рождества, его традициям, когда мы будем собираться дома, когда мы будем ходить в храм, потому что 7-го числа и 6-го числа служатся самое главное богослужение в церкви, это божественная литургия, когда мы приходим, собираемся вместе и делаем общее дело, благодарим Бога. И это и есть самое главное. И потом собираемся дома за семейным столом, поем колядки, поем песни, радуемся. Пречиста Діва, сына родила, радуйся, зрадовались то всі люди Рождеством. Сына родила, в траві спомила, у траві. Та й пішов піру сына шукати, шукати, пресвята Діва, де сына Діла, де Дівіла. Занесла сына в темі лиса до лиса, Занесла сына, в сыне є море, у море. Море забрало, сына забрало, радуйся, радуйся, зрадовались то всі люди Рождеством. Ом. Ом. Ізміка В наших детях будем закладывать вот этот основной фундамент, осмысленность праздника, когда мы будем рассказывать, кто родился. Даже кто называли о том, что есть такой праздник Рождество, а кто родился, и вот это не может сказать, кто родился. Для него просто Рождество и Рождество. Когда мы будем рассказывать ему о Рождестве Христовом, то это будет для них очень важно. Вернусь к самим традициям. У нас есть замечательная традиция вертепов рождественских, которая пришла к нам опять же из Западной Европы. То есть это были некие театральные постановки, которые рассказывали нам о самом событии Рождестве Христовом. То есть у нас, в нашем народе, в нашей местности очень были распространены вертепы, как вот такие ящики, где были способом кукольных таких представлений, были рассказаны опять же история Рождества Христова. Само слово вертеп — это пещера. И вот в этих ящиках маленьких ходили люди и показывали способом кукольных представлений о Рождестве Христовом. Потом вот эти ящики появляются в домах в 19 столетии. Появляются елки. Опять же, это только в 19 столетии в нашей местности, в нашем народе. И вот эти вертепы соединяются с елками. И они появляются не только в домах, но они появляются также и в храмах наших. Поэтому вертепы бывают очень разные. Но самая главная задача вертепа — это показать наглядно о истории Рождества Христова. Вы знаете, можно читать в Евангелии о Рождестве Христовом, но намного тебе понятнее и намного детям сейчас есть очень много исследований о том, как человек запоминает информацию. И вот 90% информации человек запомнит тогда, когда он это показал другому в театральной какой-то постановке. То есть это доказано психологами, специалистами. И вот в этих постановках вертепных человек сам запоминает вот эту историю Рождества Христова. И когда показывают другому, это, ну, процентов 90, что он это запомнит. И дети это запомнят самое главное. На конференции представили несколько вариантов праздничных вертепов, где главные действующие герои — младенец Христос, Дева Мария, праведный Иосиф, ангелы, волхвы и злуирот. Песня. 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 сердце этих праздников — это именно этот праздник — Рождества Христова. Рождества Христова